Всем привет, дорогие друзья! И сегодня будут ответы на вопросы, как я обещал. Так, начнем с самого вверх. Вопрос от Ольги Астаховой. Конечно, не мое дело, но скажу, когда вы были в теле, так сказать, как мужчине, вам было лучше. Извините, но давно хотел написать. А так, ваше видео очень нравится, коротко, по существу. Ну, желаю успехов. Ну, что сказать. Да, действительно, многие так говорят, что когда я чуть-чуть пожирнее, так сказать, что мне лучше. Ну, мне лично, честно говоря, не нравится. Что может быть хорошего, когда на тебе лишние 15-20 кг. Это, во-первых, тяжело. Представьте себе, что одел рюкзак и с этим рюкзаком постоянно ходишь. Это нагрузка на ноги, на организм, на сердце и все такое. Ну, во-вторых, это просто неэстетично. Лично мое мнение таково. А так, спасибо, конечно, за пожелания успехов. Они мне пригодятся. Так, следующий. А, не прочитать мне по-английски. Цветущий гирл. Это я так прочитал. Надеюсь, правильно. Так, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Почему именно диета Дюкана? Спасибо. Так, почему, почему? Ну, потому что она больше подходит мне, как занимающемуся спортом, бодибилдингом, фитнесом. Да. Потому что те же самые спортсмены едят много белка. И в этой диете, конечно же, преимущество тоже белковое. Поэтому и выбрала. Она мне больше подходит. Так, следующий вопрос. Ольга Степановна. Попала на ваш канал, когда искала рецепты по Дюкану. Очень нравится. Все четко, просто, понятно. Видео не длинные по времени. Вопрос. Вы сами сидите на диете Дюкана? Спасибо. Это хорошо, что вы меня нашли. Побольше бы таких, кому нужны как раз такие рецепты. Так. То, что видео не длинные. Да, конечно же, я на это обращаю внимание. Так как я сам не люблю смотреть длинные видео. Зачем снимать 10-15 минут видео, когда можно за 3-4 минуты все объяснить. Если вы когда читаете, где-то рецептик, он написан вот так вот, сего-то. Его прочитать за минуту. Так почему должен быть рецепт растянут на десятки минут? Так. И что еще? Вы сами сидите на диете Дюкан? Нет, я сам не сижу на этой диете. У меня, так сказать, личная индивидуальная диета, как у многих, я думаю, спортсменов, просто она мне очень подходит. И приблизительно к этой диете я придерживаюсь. Ну, я постоянно ем углеводы. Граммов 50-100, вот в этом балансе я держусь углеводами. Значит, в основном это утром углеводы. Ну, и раз в неделю я просто ем, чего хочу. Вот и все. Итак, следующий вопрос от Елены Шиловой. А кем вы работаете? Кем я работаю? Работаю я черно-рабочим. Простым. Слесарь, сваршик, водитель. Какие еще бывают специальности? Всего понемножку. В моей организации я занимаюсь всем, чем могу. Конечно же, хотелось бы чем-то заниматься другим. Стараюсь вот заниматься заработком в Ютьюбе. Снимаю, радую вас всякими вкусняшками. Так что вы мне в этом помогайте. Так, следующий вопрос. Асем Тлеулова. Как долго вы сидите на диете Дюкана? И каких достигли результатов? Ну, на диете Дюкана я не сижу, это я уже сказал. А вообще на диете года три. И я сижу. Каких результатов? Значит, первый год 10 килограмм. Второй год 15. В этом году 20 килограмм. Можно, конечно, еще больше скинуть. Но я думаю, пока достаточно. Следующий вопрос. Леголас Сергеевич. Что ж, я тоже не воздержусь от вопроса, как получилось, что вы сели на диету. Если это очень лично, можете не отвечать. Да почему же? Конечно, отвечу. Ну, как получилось. Захотелось выглядеть лучше. Вот и все просто. Лишнего веса захотелось согнать, чтобы быть рельефнее, корсивее. Это банально, просто. Итак, следующий вопрос от Рева Чика. У меня нет вопросов. У меня благодарность. Дмитрий, спасибо вам за рецепты. Я готовил по некоторым. Есть даже любимые. Ну, это отлично. Продолжайте в том же духе. Итак, следующий вопрос от Кира Иванова. Спасибо огромное за видео. Все просто, быстро и доступно. Все, что вы готовите, вы кушаете один. Или ваши домочадцы тоже пробуют ваши шедевры кумулинарии? Спасибо. Ну, конечно же, пробуют даже есть тоже любимые, которые им очень нравятся. Обязательно попробуют, что у меня получилось. Конечно же, сами понимаете, все эти рецепты, они такие специфические. Они, конечно же, большинство отстают от каких-то обычных тортиков, которые можно купить в магазине. Зачастую потому, что сахара маловато, жиров нет. Каких-то там вот этих вот вкусовых добавочек, которые делают особо вкусные. Ну, а так большинство, да, конечно же, нравится, все кушают. Так, следующий вопрос Елена Светлова. Здравствуйте, Дмитрий. Вы занимаетесь спортом. Не могли бы вы показать нам что-нибудь из своих упражнений? Здравствуй, Елена. Я давно думал что-то такое подсказать, записать на камеру свои какие-то тренировки. Ну, тяжело все-таки. Во-первых, не всегда зал бывает пустой. Зал у нас маленький. И одному снимать без оператора очень тяжело. Потому что ты не видишь, что происходит, когда снимаешь все на камеру. Ну, если что, я постараюсь, конечно, создать рубрику о своих тренировках каких-то. И следующий вопрос от Ленап Луаева. Откуда вы? Как научились готовить? Откуда я? Я из города Тихвина. То, что находится в Ленинградской области. Маленький городок, но очень красивый. Тем более, в последнее время в него стали вкладываться денежки, ремонтировать, строить что-то. Так что будете в Тихвине приезжать. Как научился готовить? А у меня пристрастие еще с детских лет, когда мама что-то готовила, мне всегда было интересно. Потому что я всегда хотел кушать. Я стоял на кухне и ждал, когда же что-то приготовиться, чтобы урвать побыстрее. Ну, какой-то пирожок, блинчик. Мне всегда было интересно. Я уже в школе, помню, сам приходил со школы, когда нечего было кушать. Я там себе поджаривал яичницу с колбаской, чего-нибудь такого простенького. А потом уже в старших классах я начал что-то серьезно готовить. Ну, то же самое пироги выпекать или какое-то первое, второе даже готовил. Так что, следующий вопрос от Лаусан В. Так, вот, кстати, у этого человека нету кнопочки ответить. Так что я часто вижу, что пишет вопрос, а ответить я не могу, потому что в настройках что-то стоит. Так, вопрос довольно-таки длинный. Попробуйте, пожалуйста, приготовить что-либо с яичным сухим белком и кукурузным крахмалом. Белок я приобрела, а правильные пропорции разведения найти не могу. И чем отличается соевый изолят от кукурузного крахмала? Нигде не могла найти вменяемого объяснения. И насчет видео, спасибо, что делитесь рецептами. Мне нравится ваша чистая кухня, начищенная до блеска кастрюлька. Единственное, может, начнете немного наряднее одеваться перед записью видео. Не факт, конечно, ну, хоть рубашечку с короткими рукавами, а так все прекрасно. Хорошо, будем одеваться поприличнее. Так, что у нас вопрос с яичным белком и кукурузным крахмалом. Ну, знаете, я как-то покупал яичный белок, это изолят яичный, значит. Мне он не понравился, чисто по вкусу он был... Во-первых, он был у меня куплен нейтральный, там никаких добавок вкусовых не было. Я еле доел, такой он невкусный. Я лучше возьму простые яйца и кукурузный крахмал. У меня есть рецепты, где чисто из яиц и кукурузного крахмала получаются неплохие рецепты. Так, следующее. Чем отличается соевый изолят от кукурузного крахмала? Хм, да это же банально. Соевый изолят это 90% белка. Кукурузный крахмал это почти 90% углеводов. Это же все так просто, белок, углеводы. Тем они и отличаются, что один продукт белковый, другой углеводный. Так, та-та-та-та, все, дальше ответил. Итак, следующий вопрос от Натали Иванова. У вас есть татуировка? Покажите ее и расскажите почему и как и зачем сделали ее. И есть ли у вас другие тату? Как и зачем сделали? Честно сказать, по глупости, в молодости. Ничего обычного нету в ней. Сам себе я, кстати, ее накалывал. С удовольствием бы я от нее избавился. Пока не знаю как. Да, есть у меня еще другие тату. Никому не советую делать тату. Так что вот так вот. Ну вот, в принципе, все. Вопросики закончились. Если будут вопросы еще какие-нибудь задаваться, наберется какое-то количество, я попытаюсь на них ответить. До скорой встречи.